ВИВАТ ИСТОРИЯ Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. Я в свою очередь напомню, что в конце выпуска у нас историческая викторина, в которой мы разыгрываем призы. Это книги. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания на Садовой улице, особняк Милютина. И там дети могут заниматься вместе с родителями, причем записаться и начать обучение можно в любой момент. Подробности на сайте благородство.ком Ну а тема сегодняшней программы, ты назвал ее так, нулевой Романов, патриарх Филарет. Да, дорогие друзья, мы сегодня поговорим с вами об отце первого Романова, Михаила Романова. Федора его звали, да, Федор Никитич. И в определенный момент правления Михаила, на самом деле, нашу страну возглавлял именно он. Ну, обо всем по порядку. А патриарх Филарет в мире Федор Никитич Романов родился в 1553 году. Он вырос в большой семье, был старшим из семи братьев. Голландский путешественник-купец Исаак Масса пишет, что Романовы жили в основном очень скромно, но тоже добавляет, каждый из них держался себя как царь. Федор родился от второго брака Никиты Романовича, Захарина-Юримского, примерно где-то в 1953 году. Нет четкого где-то документа, что он родился, но по возрасту он должен был таким. В детстве он получил хорошее образование и даже научился латинскому языку. По собранию латинских наречий, написанных для него славянскими буквами, одним англичанином. Вообще, дорогие друзья, Романовы в то время, во второй половине XVI века, всегда считались проводниками польской политики, польской культуры и прочее. Поэтому на них всегда смотрели немножко косо. Двоеродный дядя царя Федора, любознательный и начитанный, веселый и приветленный, красивый и ловкий, который соединял в себе любовь к книгам, с любовью к развлечениям и нарядам, вот, наверное, такой Федор Романов в своей молодости. Очень любил разные, скажем так, веяния из Европы, но и считался самым модным человеком Москвы в того времени. А одежду, которую он одевал, это в основном было польского происхождения. И это не нравилось в основном церковным представителям, это не нравилось. То есть это было европейское платье. Ну, давайте так, полуевропейское. Поляки были где-то на середине. То есть там можно было и так, и так. Ну, считается, что его отец активно продвигал интересы короля Сигизмунда III, польского короля у нас здесь. Вот. Федор женился, ну или его поженили, что, наверное, честнее, на дочери бедного Костровского дворянина, Ксении Ивановой Шестовой. И от этого брака у них было пять сыновей и одна дочь. Ну, дорогие друзья, это как раз противоречит тому, что я сказал. Если бы он был какой-то вот такой модный, он бы мог бы найти более богатую родственницу. Полячку. Ну или полячку, тем более, да. Вот. Но как бы не случилось. Поэтому, когда говорят, ну, во многих, во многих книгах, многие известные историки говорят, что это пропольская политика. Ну, как есть. Из всех детей его пережил только сын Михаил, ну, будущий царь. Все остальные умерли, ну, в младенстве. Ну, тогда это было, скажем так, естественно. В 1586 году Федор Никитич упоминается как боярин и наместник Нижегородский. В 1590 году он участвует в качестве дворового воеводы в походе на Швецию. В 93-94 году состоит наместником Псковским и ведет переговоры с австрийским императором Рудольфом. А в 96-м году становится воеводой в правой руке. А в 90-е годы дошло до нас несколько мистических дел. Ну, документы из судов, которые были, да, в которых упоминается Федор Никитич. И можно подумать, что все-таки он в какое-то влиятельное положение был в московском дворянстве. Это правда. И, конечно, это чувствовал и Борис Годунов. Вот. Романовы жили в Москве на Варварке. Это сейчас зарядье, дорогие друзья. И там есть музей первых Романовых. То есть этот дом сохранился. Вот. Конечно, немножко изменен и прочее. Но, в принципе, если интересно, может это сходить. А в этом здании родился первый царь будущей династии Михаил. По смерти царя Федора народная молва Федора Иоанновича, последнего Рюриковича, да, называла Федора Никитича ближайшим законным преемником престола. А в Москве ходили слухи, что покойный царь перед смертью прямо назначил его своим преемником. Но Борис Годунов, кстати, сев на царство, оправдывался перед ним с ссылкой на народное собрание и давал ему клятву держать его главным советником государственного управления. То есть была какая-то борьба за власть между Борисом Годуновым и Федором, которая не выходила на поверхность. Но вот такие вот шаги Бориса Годунова, там говорили, что я буду царем, а моим главным советником будет Федор. Это знаете, когда один кандидат в депутаты за два дня до выбора снимается с голосования и говорит, голосуйся за такого-то. И тот, который получал, говорит, спасибо, я обязательно буду с вами там. Вы получите какую-то должность у меня. Ну, вот тут такая же история. Были и у самого Федора Никитича планы новоцарения. Честно, неизвестно. В Коломенском дворце в 17 веке был найден его портрет в царском одеянии с надписью «Царь Федор Никитич Романов». Ну, может быть, это специально подбросили. Непонятно. Но что точно, что под избирательной грамотной Бориса Годунова стояла подпись Федора Романова. То есть, когда Земский собор выдвинул Бориса Годунова на царство, все бояре, все, кто там были, подписались. И подпись Федора, конечно, там находится тоже. Лукавил? Наверняка лукавил. Но, может быть, понимал, что сил тогда у него еще не было, чтобы захватить власть. Что Борис для него все-таки более серьезная. Соперник он его победить пока не может. При Борисе Годунове понятно, что долго он не прожил на свободе. Поэтому, так только у Бориса хватило сил, он его бы с ним расправился. Но еще раз. Борис Годунов правил нами 6 лет. Маленькое время, да? Но за это время он чем-то отметился. Борису Годунову неожиданно появился донос некого дворянина Бертеньева на отца и дядю будущего царя. Их обвинили в колдовстве. Да. Бертеньев был личным финансистом в семье Романовых. То есть он был изнутри. Так или иначе, Годунов дает приказ об аресте Романовых. Ну, еще раз. Шитым белыми нитками или было что-то на самом деле? Вопрос сложный. Думаю, белыми нитками. Если было что-то настоящее, его бы убили. Сто процентов. Вот. Вот. Но вот его не убили. Притом арест была специальная, знаете, спецоперация. Верные царя войска брали дом Романова приступом. С обеих сторон было немало убитых и раненых. В 1601 году во время разгрома фамилии Романовых был пострижен монахи под именем Филарет и создан в Антониевсийский монастырь. Свято-Троицкий Антониевсийский монастырь находится в Архангельской епархии. Далековато. Ну, холмогоры. Давайте так. То есть родственник Ломоносова. Вот, да. Там есть такой полуостров на Большом Михайловском озере в Холгоморском районе. И там как раз был построен этот монастырь. Он спас жизнь Фёдору Романову, то, что он стал монахом. Но отнял у него шансы на обладание троном. Ну, вот Борис Годунов с Романовым поступил так. Шуйскими по-другому. Он Василия Шуйского не убил, не репрессировал, но запретил заниматься любовью, чтобы не было детей. Ну, вот так вот. Ну, у Филарета-то остался сын. Да, пятилетний сын остался. То есть с сыном ничего не сделали. Ну, давайте так. И с женой. Ну, давайте так, что к этому сейчас вернёмся. Жена его была пострижена под именем Марфы и сослана в Занежские погосты. А малолетний сын Михаил и дочь были отправлены в Белозерье с тёткой Анастасией Никитичной Романовой. То есть они находились в монастыре. Ну, в общем, тоже заключёнными. Вот. Ну, понятно, что с пятилетним ребёнком вряд ли они там как-то издевались и прочее. Дядю Михаила посёлок Ныроп на севере Перовского края. В общем, Романовы впервые узнали нашу страну. Да, не по запискам и не по книгам. А побывали, извините, на севере, в Поморье, в Перми, в Вологодской области. Чтобы понять, что Филарит ещё легко отделался, Михаила Романову для него вырыли яму на севере Перовского края. Накрыли брёвнами, там он жил. Постоянно находился в кандалах. Ну, и прожил он не больше года. Его, конечно, местные жители подкармливали, поддерживали. Через 20 лет награду за эти благодеяния Филарет и Михаил освободили от налогов эту деревню. Ну, брата не вернётся. Понятно, да? В общем, Саша, из 16 представителей семьи Романовых, которые были до ареста, живых осталось трое. Малолетних детей Михаила с сестрой, я уже говорил, сослали в Белое озеро. К ним специально был представлен специальный приступ, полицейский, по фамилии Ваейков. Филарет писал Ваейкову просьбу детей. Вот такая записка осталась. «Милые мои детки, маленькие и бедные, остаются где-то будет, кто их будет кормить, поить, а жена моя бедная на удачу жевали. Чаю где-нибудь туда её зачали, чё и слух не найдёт. Ох, не лихо, что жена и дети. Как помянешь их, так словно рогатин и в сердце кольнёт. Хотя бы их раньше Бог прибрал. Чаю жена сама тому рада, что им Бог дал смерть, а мне бы они тогда их же не мешали. Я бы стал промышлять одной своей душою». Между тем, при своей строгой сеназору за Филаретом, поп Ермола и некоторые крестьяне Долгуйской области сообщали ему о жене и приносили вести о нём. То есть вот такая ситуация была, как видите, Филарету было не очень хорошо. Притом его шантажировали людьми, как мы видим. Жизнь Филарета в монастыре была ставлена очень сурово. Приставы пресекали всякие сношения его с окружающим населением. Изнуряли его грубыми, соглядательством и мелочным применением и жалуясь в то же время в Москву на его крутой и запыльчивый нрав. Но я думаю, что действительно он там огрызался. Ну, дорогие друзья, мы же прекрасно понимаем, что в то время там никакого интернета, никакого телефона, никакой почты, никак он не может отослать, но всё равно за ним ходили и днём, и ночью, и в баню ходили, извините, и там, да, в его кельде обязательно кто-то сидел, чтобы что-то не писал и прочее. Но ситуация изменилась в 1605 году. Что произошло? Лжедмитрий появился. То есть, как пишут соглядатые, настроение у заключённого Филарета была замечена резкая перемена. Вдруг изменился и смело отгонял от себя палкой монахов, которые приходили следить за ним. Да, воеков доносил на него в таких словах, «Живёт старец Филарет не по монастырскому чину, не ведая, чего смеётся». То есть, самое большее, что их всех бесило, что он смеялся. Вот. Старцев он бронит и бить хочет, и говорит им, «Вы видите, каков я вперед буду, да?» Ну да, победил всё Дмитрий, как вы знаете. Сыну его Михаилу было в 12 лет уже от роду. Филарет, да? Он сделал его царским стольником, неведанная честь. И всех умерших членов клана Романовых перезахороняет с почестями. Кого нашли? Лжедмитрий. Лжедмитрий. Если он хочет подчеркнуть, за чьи интересы бил член этой фамилии, то цели свои добился вполне. А почему самозванец так хорошо относился к Романовым, потому что те проводили пропольскую политику, получается? Нет, Саша, не потому. Отец Григория Трепьева, Богдан, арендовал земли у Никиты Романовича Захарина, брата жены Ивана Грозного и деда будущего царя Михаила. Имение находилось по соседству от Галич Мерзкий, да? Это Галич Пестромской губернии. Есть Галич в других местах, да? Вот. Богдан Трепьев погиб в пьяной драке, когда его сына, два сына Юрий и его брат Василий, были очень малы. Поэтому, что воспитанием сыновей занялась его вдова. Ребенок оказался способным, легко выучил сочтению и письму. Причем успехи были таковы, что Романовы решили отправить его в Москву, где он в дальнейшем поступил на службу к Михаилу Никитичу Романову, которого яму сделали, помните? Вот. Брату будущего патриарха Филарета. Спасаясь от смертной казни во время расправы с Романовским кружком, Юрий постригся в Железноборском монастыре, расположенном недалеко от родительского поместья. То есть, дорогие друзья, Отрепьев был к ставленникам Романовых. С детства у него был. Мы понимаем, что это Григорий Отрепьев и прочее. Но, может быть, Романовы ему на уху-то наговаривали, что ты-то на самом деле не Отрепьев, а ты сыночек Дмитрий. В какой-то момент он поверил. А то, что самозванец верил, что он является сыном Ивана Грозного, ну, в этом не сомневается большинство наших историков. То есть, Романовы тут сыграли свою роль. Он всё-таки воспитывался у них. И только после репрессий он вынужден был пойти в монахи. То есть, с приходом власти он освобождает семейство. Да, возвращает всю собственность, даёт им хорошие должности и прочее. Но уже Филарета нельзя сделать обратно бояринам. Но зато можно сделать митрополитам. Ну, об этом сейчас ещё поговорим. Да, вот интересный вопрос. Переходы монаха в патриархи. 30 июня 1965 года Должедмитрий возвёл Филарета в сан Ростовского митрополита. Ну, это авторитетный. Авторитетный митрополит. Он афоритет на такой степени, что если вы будете в Ростове Великой, посмотрите, какой монастырь это, в котором он живёт. Это, Саша, фильм Иван Васильевич меняет профессию. Где он там бегает, играет в колокол, где он пытается прыгнуть со стены, креститься-то, помните, да? Это как раз там. И выходит отряд и поёт Марусю. Да, да, конечно. Да, это, ещё раз, это очень богатый. Это говорит, у других митрополитов нет таких резиденций. А у Ростовского он, пожалуйста, и был построен в 17 веке. То есть уже на деньги Романовых. Вот, это не случайно. Но Филарет редко выезжал в свою митрополию, проживал с тех поры, больше всего, в Москве. Ну, при Дмитрии, так или иначе. А вот по воцарению Василия Шуйского, да, был на свадьбе, конечно, это понятно. А когда за Дмитрию убили и Василий Шуйский, его старый приятель по политическим битвам, да, ну, Годунов, Романов и Шуйский, они были регентами-советниками при Фёдоре Иоанновиче. Их назначил лично Иван Грозный следить за, ну, немножко нездоровым Фёдором Ивановичем. Вот, Борис Годунов всех сожрал уже, понятно, да, потом. Но это же другая история. И стал новым царём Василий. И он посылает Филарета съездить в Углич, чтобы... Там он руководил комиссией, по канонизации невинноубьенного царевича. Ну, я напомню, что Шуйский был послан Борисом Годуновым и Фёдором Ивановичем для того, чтобы понять, как погиб Дмитрий. Да. А потом Василий признался на лобном месте Красной площади, что Фёдор остался жив. Ну, вот эту всю историю. Поэтому что должен был делать Василий, когда стал царём? Ну, канонизировать, что его убили до этого. Понимаете, да? И Филарет этим занимался. Ну, и Шуйский считал, что справедливо, можно сказать, но, конечно, он просчитался, что только таким образом может пресечь появление нового самозванца. Всё равно после этого появился и Иван Ногоя, извините, там, и другие. В 1909 году Ростов подвергся нападению тушенцев. Вот, пожалуйста, да? Филарет, заперченся с Народным собором, был схвачен и после различных поруганий из Весчестия отправлено в Тушене. А когда тушенцы ворвались в собор, Филарет стал их уговаривать не отступать от законной присяги. Но их его не послушались, сорвали с него святители одежды, надели на его серымягу, покрыли его голову голову татарской шапкой. Ну, это, видимо, жуткое оскорбление. Вот, и повезли его в Тушене. А для того, чтобы ещё больше оскорбить, его посадили на один воз с какой-то женщиной. Ну, я не знаю, да. После этого он должен был руки на себе наложить. Я думаю, человек, который сидел, извините, да, в тюрьме и прочее, да, ему как-то это было всё равно. Тушенский вор принял его с почётом и нарёк его патриархом. То есть, дорогие друзья, скажем честно, патриархом Филарет стал через Тушенского вора. Интересно. Да. Ну, Романова об этом не любили вспоминать. Хотя, конечно, он был очень авторитетным человеком. А что значит патриарх? Патриарх – это руководитель Русской Православной Церкви. Титул патриарха появляется у нас как раз при Фёдоре Иоанновиче. Борису Гудунову, который на самом деле главный был в этой стране, удалось получить разрешение от всех патриархов. То есть, смотрите, чтобы стать патриархом, надо, чтобы все патриархи, которые есть в мире, за это проголосовали. В то время было четыре патриарха. Константинопольский, а второй был Антиохский. Антакья – это город на границе с Сирией в Турции. Третий – это Иерусалимский патриарх. И четвёртый – Александрийский, египетский. Это все серьёзные люди, ну, может быть, Антиохский в меньшей степени, да. Но именно Александрийский патриарх, он же ведь, именно в Египте началось, монахи появились, начались монастыри. То есть, это вот как раз Афанасий, да, египетский, он один из первых, кто организовал монашеские разные вещи. Вот. И все они должны, которые ненавидят друг друга, подписать разрешение. И Борис Гудунов при помощи взятки надавал каждому, пообещал, Антиохскому патриарху пообещал, что как только ты подпишешься, мы тебя пригласим быть патриархом в Москве, а это другие деньги, чем в Ахтеохе, да, где там 30 тысяч человек живёт сейчас, да. Понимаете, да. В общем, да, и у нас появился свой патриарх. Ну, и каждый руководитель хотел, чтобы патриарх у него был тоже, на всякий случай. И вот Филарет стал патриархом при Тушинском воре. То есть, он Москву-то никогда не взял, даже, да. Там был другой патриарх, Гермоген как раз. Но это другая же история. Вот. Но Абраме Палицын, один из героев смуты, герой обороны Тройско-Северской лавры, говорил про него в то время. Филарет был разумен и не склонялся ни вправо, ни влево. В отличие как раз от патриарха Гермогена, который резко протестовал против польской интервенции и так активно называл народную борьбу с оккупантами, что закончил свои дни в заключении и умер с голоду, Филарет все принимал со смирением. То есть у нас было уже два патриарха. Ну, понимаете, да, Гермоген в Кремле у поляков. Жив он, не жив, непонятно, да. Все там сложно. А вот, когда Тушинский стан начал разлагаться, ну, оттуда ушли казаки, кто-то поругались и так далее. Филарет, видимо, почуял это и вместе с Михаилом Салтыковым, князем Рубцом Масальским, князем Хворостининым-Мещерским, ушел и отправился к польскому королю Сигизмунду бить челом о даровании русской земле в цари королевища Владислава. То есть еще вот она польская позиция. То есть, в принципе, полякам Филарет был известен. И у них не было к нему такого отрицательного отношения, как к Гермогену. Мы не знаем, Саша, где находился Филарет после уничтожения Тушинского лагеря до низложения Шуйского. Но после этого события он был в Москве. И бояре по обголосованию Гермогена назначили его во главе посольства вместе с боярином Голицыным. То есть, скажем честно, что, ну да, Гермоген понимал, что Филарет тоже не называл себя больше патриархом. Ну, потому что насильно его сделали патриархом. Ну, как бы, так бывает. Насильно сделали президентом. Ну, императором сделали насильно Клавдия. Он вроде не хотел. После смерти Тиберии он прятался по углам. Вот, ждал, что сейчас будет всех вырезать новый. Но его нашли другие и говорят, о, Клавдий, будешь царем императором? Нет, не хочу. Кто тебя спрашивает? Вот, да, ну, как бы так. Так или иначе, действительно, Филарет поехал из Москвы представителем русского боярства на переговоры с Сигизмунтом, чтобы королевич Владислав стал русским царем. Парадус условий, что он должен принять православие. Ну, потому что по-другому невозможно. Ну, и здесь, можем говорить, Филарету предстояло выдержать трудный подвиг. Это правда. А сначала поляки приняли русское посольство очень любезно, потому что им было выгодно. Они еще не понимали, с какими вопросами туда идут. Но потом стали требовать, чтобы послы над себя приказали смолянам сдать город Смоленск королю. А там была осада Смоленска два года уже продолжалась. То есть, да, Смоленск был, ну, Московский Кремль и Смоленская крепость, это были две лучшие крепости в мире в начале 17 века. То есть, взять их было практически невозможно, только измором каким-то. Или предательством. Вот, поэтому они говорят, сначала сдайте нам Смоленск. Ну, и достаточно долго продолжались споры. Филарес с товарищами доказывал, что это противно заключенному уже договору с Желкневским Гетманом, который был в Москве. И более у себя наперло на то, что посольство не имеет права поступать так без совета с патриархом и со всей русской землей. Но действительно, у них они были нелегитимны в этом отношении. Они только приглашали на царство Владислава. Но Сигизмунд по многим версиям, да, многие историки считают, что, может быть, если бы он согласился отдать своего сына, то история пошла бы по-другому. Но он говорит, я буду царствовать и вы все будете католиками. Что, конечно, не устраивало русских. Ну да, Сигизмунд до этого сталкивался с Сатрепием, который, по некоторым версиям, принял католичество. Да, был предателем. Но Филарет был слишком умный, чтобы такие вещи делать. Поэтому ничего там не вышло. Никакие принуждения, никакие угрозы, Саша, которые поляки требовали или угрожали Филарету и не заставили его и посольство исполнить волю короля. Филарет более всего утверждал своих товарищей быть стойкими. Поляки предлагали дозволить пустить небольшое количество своих воинов в Смоленск, например. Если мы, говорил Филарет своим товарищам, пустим хотя бы одного поляка в Смоленск, то нам Смоленска не дать более. Ну, логично. Пусть лучше король возьмет Смоленс силою против договора и крестного целования, и мы слабостью своей не отдадим Смоленска. Ну и поляки перестали совещаться с послами и начали активно штурмовать Смоленск. В феврале 11-го года поляки получили от бояр грамоту, в котором послам приказывалось дать Смоленск и присягать на имя короля вместе с сыном показать его, ее послам. Эта грамота написана без патриарха, и без патриаршей грамоти, говорил Филарет, мы в это не верим. Ну, это действительно была какая-то провокация Сима Боярчина или еще кого-то. В общем, даже тут они не согласились. И поэтому поляки разогнали это посольство. Когда поляки штурмой Смоленск узнали, что русская земля начала формировать ополчение, ну, так еще было Прокопий Липунов, а они вообразили себе, что все это делается сведомо послов. И 26 марта канцлер Лев Сапега сказал им, мы знаем ваше коварство, неприличные звания послов, вы нарушили народное право пренебрегли указанием московских бояр, от которых послали, поджигали народ к неповиновению и мятежу, возбуждая ненависть к королю. Вы арестованы и отправляетесь в Польшу. Их посадили под стр... А, переговоры были под Смоленском и Вильнюс, но это достаточно рядом. Их посадили под стражу, после того, как зашла речь о сожжении Москвы, их призвали снова и объявили в том, что стало со столицей. И Филарет сказал, «Мы сами не знаем, что мы такое и что нам теперь делать. Нас отправила вся русская земля и, во-первых, патриарх. Теперь патриарх наш начальный человек под стражей, поляками, а московского срадства люди пришли под Москву и бьются с королевскими людьми. Одно средство. Отойдите от Смоленского и утвердите договор, к которому сюда приехали. Тогда мы напишем подмосковному войску, чтобы они разошлись. Их все равно оставили под стражей». Между тем, случилось такое событие. Иван Кич Салтыков, ревность угодник Сигизмунда, это тот, с кем они бежали из Тушина. Салтыков стал на стороне Сигизмунда, а Филарет от него отрекся. Салтыков получил от Сигизмунда поручение допускать к соединению слепу новому ополчению, составившимся в Драгобуже, чтобы все раскаялись в измене и прочее. Но это не получилось. И это еще более озлобило поляков. 12 апреля Лев Сапега пригазал Филарета угрожающим тоном, а чтобы он немедленно написал от себя московскому войску об отступлении от столицы, а Шейну вновь от сдачи города Смоленска. Филарет отвечал, «Я все согласен перетерпеть, но этого я не сделаю, пока не утверитесь всего, что у нас было в договоре». «Ну так завтра поедешь в Польшу», снова сказал Сапега. И 13 апреля послов отправили водой в Польше. Все имущество их ограбили, слуг перебили. Он был отправлен в город Мальбург. Это на севере около Гданьска. Филарет там говорил, «Я все согласен перетерпеть, но этого не сделаю, то есть не соглашусь с тем, что вам предлагаете». С этих пор недолго прекратилась свободная деятельность Филарета. Его взял к себе в дом Лев Сапега, там вот в Мальбурге. По избранию Михаила Земский собор хотел обойти поляков и умолчавший об избрании нового царя. В марте 13 года предлагал размен пленными, надеясь, что отца царя освободят. Но этого не удалось. Когда в Польше стало известно, кто на престоле, то есть Михаил, да, но Филарета хотели сделать с такой-такой козырной картой определенной, да. То есть получается, что в избрании сына он не принимал никакого участия. Нет, никакого участия он в избрании сына не принимал. А даже он был против этого. Говорит, сейчас сына убьют, у меня вообще никто не останется. Да. Но, но, именно заточение Филарета являлось одним из тех вестов, которые получил Михаил. То есть вот русский человек страдает в польском плену, отказывается признать требования поляков. Да. Может быть, из-за этого его и избрали. Поэтому, еще раз, сложный человек Филарет. Или Федор, как его называли. Разные вещи делал в жизни. Но, как говорится, в жизни всегда есть место подвигу. Вот здесь вот, ну, не знаю, там, боже промысел какой-то он, в принципе, правильно сделал. А когда Филарет узнал о сына, да, он писал, вы нехорошо сделали. Сделав, могу старе избрали. Могли вы выбрать другого, кроме моего сына. За это вы передо мной не правы, что это сделали без моего ведома. Ну, в трех верстах от Троицы в селе Диулино после нескольких дней переговору было заключено перемирие на 14 лет и 6 месяцев между Россией и Польшей. По этому перемирию положено было обменять всех пленных. Однако, дело о пленных затянулось. Поляки жалуются, что русские, особенно князь Пожарский, не хочет отдавать многих пленных поляков. Или отпускает их на мороз голыми, босыми и так далее, чтобы они не дошли до Польши. Бояре клялись, что этого никогда не бывало. Спор дошел до того, что поляки по условию привезли Филарета и прочих пленных к речке Поляновке с целью встретить русских и хотели их отправить назад. Чтобы избавить царского отца от плена, бояре должны были согласиться с требованием поляков сыскать по списку кого они требуют. И 14 июля Филарет прибыл в Москву. Их поменяли друг на друга. Царь встретил его Михаила за городом при бесчисленном множестве народа и поклонился ему в ноги. А Филарет поклонился в ноги царю. И оба лежали на земле проливая слезы. В то время в Москве так как патриарх Гермоген умер, то Филарет получил уже официально право стать русским патриархом. Считается, что Филарет Никитич был ставленником на должность патриарха Иерусалимским патриархом Феофаном. Потому что Филарет семья Романовых оказывала щедрую помощь Русалимской церкви. И поэтому все остальные патриархи тоже согласились, что Филарет будет патриархом. То есть это было не то, что какой-то междусобойщик внутри страны. В принципе его признали все православные иерархи. Сергей, ты говорил, что есть такое церковное правило упоминать патриархов в определенном порядке, да? Да. А что это за порядок? И вот наш теперешний патриарх Кирилл, он какой в этом списке? Ну, давайте так. Ну, наверное, авторитету. Первый идет обязательно Константиновский, второй Иерусалимский, третий Египетский и четвертый был Антиохский. И поэтому пятым упоминали русского патриарха. Но Борис Годунов опять-таки при помощи финансовых вложений в эти церкви разрешили переместить нашего патриарха на третье место. А почему именно на третье? Не на второе, не на первое, не на четвертое? Москва, третий Рим. Понятно? Вот, да. Ну, вот он стал активным, да, он патриархом был очень активным, он был умным и образованным. В 1620 году Филарет установил в Тобольске новую архипискушную кафедру. То есть в Сибири никогда у нас митрополита не было. Это был большой шаг вперед. Вот. На который поставил новгородского архимандрита Куприяна. Вот. Который был в плену у шведов, например. В 22-м году издаётся указ, запрещающий некрещенным татарам владеть православными холопами. То есть крепостные крестьяне. А раньше разрешалось? Видимо, разрешалось. Да. Дорогие друзья, тут такая ситуация, что ведь во время смуты за лояльность определенным народам, группам давались какие-то послабления. Ну, теперь они закончились. Вскоре Куприяну было запрещено. Скоро так, Филарет очень следил за всем, что происходит, чтобы ничего не было. Ну и так как в Тобольской епархии начался, как писано, блуд, ересь, искоредные дела, то, скажем так, Куприян был снят со всех постов. То есть руки дошли у Филарета даже до Сибири. Ну да, такие вещи более естественны при отдалённости от центра. Вот. Филарет можно его назвать ну таким кардиналом решеле того периода, потому что он врешался в политическую власть очень сильно. А являлся, Филарет являлся в общем-то истинным государем в нашей стране. Потому что Михаил после прихода Филарета отца он сразу отдал всю власть ему. Последнее решение всех вопросов было за ним. Михаилу напомни, сколько лет было? Ему было 15 в 13-м году, а в 20-м ему было ну 17. Да, где-то так. Сергей, а вообще уместно ли такое сравнение нашего патриарха с Ришелье? Ну давайте так. Например, Филарет организовал так называемых гвардейцев, можно сказать, кардинала. При нем был создан особый отряд патриарших стольников. Их было столько же, сколько стольников царских. То есть охрана и прочее. Понимаете, да? То же самое практически он сделал на 10 лет раньше, чем это сделал Ришелье. Ришелье же правил с 24-го года, а он с 20-го. Ну примерно вот так вот. А дальше боярских списков 20-х годов, да? Знаешь, Саша, как назывались списки? Столбцами. Потому что их вот так вот накручивали, как столбы, да? от этого столбовые дворя несешь. Или столбовые бояре, да? Да. То есть список попавший вот этот столб. Понятно, да? Так вот, они, те, кто были патриаршие стольники, да, вот, они шли сразу по знатности после государных стольников. То есть по списку они тоже были, да? Если государевые стольники набирались из бедных, но известных фамилий, бедных князей, там, обедневших бояр, то патриаршские стольники набирались из жильцов городовых, городских, детей боярских. То есть если ты будешь служить патриарху, ты становишься на уровень нормальной боярской семьи аристократарской. Вот, да, поэтому к нему стремились. Но единственное, что оклады, зарплаты у них были немножко поменьше, чем царский. Но Филарет доплачивал. Ну и кошек он любил. Филарет, впрочем, понимал, что одним названием чистоты нравов не добьешься. Большое значение он придавал книгопечатанию. А за период его правления было выпущено больше печатных изданий, чем за все остальное время, которые в России были печатный станок. То есть с 1563-64 годов. А вот в 1932 году из Александрии приехал ученый архиепископ Иосиф, который был оставлен на службы. Ему было поручено переводить греческие книги и учить детей грамоте и греческому языку. При Филарете были канонизированы два новых святых Марк Унжинский и Авраам Галицкий. А настоящим триумфом православия было также обретение патриархом строчницы Господней. Реликие, которые присланы в Москву персидским Шаком Аббасом в знак дружбы. То есть она была захвачена мусульманами и находилась у персов. Но для того вот как раз давайте так именно со времени первых Романовых и Филарета Романовых у нас стали скажем так дружба. Самым близким для нас государством была Персия и Иран. То есть в посольском приказе были различные столы по важности 1-й, 2-й, 3-й, 5-й. То есть а какой в первом столе те, кто наши союзники на последнем наши враги. Там на предпоследнем ни рыба, ни мясо, но предатели предадут. Другие, которых можем. Так вот первый стол всегда у Романовых была Персия. Все остальные страны они могут быть нашими союзниками и прочее. Поэтому когда, извините, Стенькаразин пошел грабить персидские окраины, там Азербайджан и другие прекрасные места, Персидский шах пожаловался и сразу же Стенькаразин был назван, был объявлен незаконом при сыне Михаила Романова или при внуке Филарета. Итак, как я уже говорил, прибытие Филарета приличествовала торжественная встреча. Государь указал в первой встрече в Можайске быть архиепископу Рязанскому, Иосифу, боярину Дмитрию Пожарскому, Волконскому, Старо-Старожевскому и так далее и тому подобное. Также его встречал думный дворянин Гавриил Пушкин. То есть на каждой новой станции, на каждой новой деревне в Москве к нему подходили все больше и больше товарищей, кланялись и признавали в нем не только отца, но и будущего патриарха. Еще раз, он патриархом стал на 10-й день после того, как приехал в Москву. Я думаю, что это уже готовили. Филарета встречали, если мы заметим, главные герои отшумевшей смуты, да, чьи пути не раз пересекались с его собственной и не очень приятных воспоминаниях, как говорится, да. А вот, ведь Гавриил Пушкин привез когда-то в Москву прелестные письма грамоты Лжемитра I и читал всенародно на умном месте. Но ситуация была, дорогие друзья, такая, что надо было, чтобы остаться страна, забыть это. Трубецкой вместе с Филаретом сидел в таборхолже Дмитрия. Вот там. Ну и так далее, тому подобное. Но еще раз, это, я думаю, придумал сам Филарет. Встречаться с людьми и забыть все напрасленные и все столкновения, которые были. Потому что очень дорого они стоили нашей стране. Ни о какой борьбе между сыном и отцом речь не шла вообще. Михаил безоговорочно признал первенство родителей. На протяжении 14 лет, последнее, которое дал ему бог жизни, Филарет Никитич вкушался в плоды победы, который так долго шел. Правление его было жестким. Да, Филарет также, кроме того, что печатал книги, любил сжигать книги, которые объявлял еретическими. Сыла дворян, уличенных развраты какие-то северные или сибирские монастыри. Вообще не было сферы, в которую он не вмешивался, начиная от финансов и заканчивая военным делом. В 20-е годы даже пишут иногда, как о времени, реформ Филарета. Но, дорогие друзья, вряд ли это можно назвать действия, которые предприняты были Филаретом и реформами. А я так думаю, не надо на меня после этого наезжать, Филарет сделал шаги под давлением обстоятельств и поэтому не выработал, да и не мог выработать какие-то новые реформы. Он просто пытался, как хороший организатор и системник, но не реформатор, а сделать так, чтобы система работала. Или людей снимал, других назначал, или что-то подкручивал, но не более того, он ничего не ломал. Потому что, извините, один из главных законов механики, Саша, говорит, хоть чтобы двигатель работал, не надо его чинить и улучшать. Не навреди. Определенно. И это Филарет прекрасно понимал. Еще раз, жизнь у него была не из веселых. От Ивана Грозного до самозванцев, тюрьмы, одной тюрьмы, другой тюрьмы, поляков, да, поэтому он, наверное, выработал какое-то решение, да, определенное, что нужно просто идти вперед. Он вел какую-то внешнюю политику, были ли какие-то войны в это время? Да, ну, мы сейчас к этому вернемся, но, в принципе, он готовил нашу страну к очередной войне с Польшей. Потому что, еще раз, с поляками у нас было только перемирие, а заканчивается через 13 лет, то есть, в 26-м году, да, уже что-то может начаться. А какие главные вопросы были между поляками и Россией нерешенными? Владислав продолжал быть русским королем, печатал даже свои деньги, хотя, чешуйки, да, где он был написан «Русский царь Владислав Жогонтович», ну, с этим надо бы решать, потому что Романовы были нелегитимны, границы были непонятны, где и что, где у нас заканчивается, да, ну, и там какие-то должки еще, налоги там. То есть, получается, что все-таки Владислав был легитимным? Его семья боярщина попросила на престол, но с условиями, которые он их не выполнял. Полякам было все равно, им устраивал только один нулевой вариант, мы руководители русские быдла, будете под нами подчиняться любому нашему решению. И поэтому, еще раз, Филарет говорил, тогда, когда был на переговорах, да, мы согласны сделать Владислава Королем, царем нашим, да, согласны на унию между Польшей и Россией, да, но только, чтобы здесь оставалось православие. Российский говорит, обойдетесь, да, вы проиграли, вы никто, да, и вообще вы схизматы, ну, определенные сектанты. Ну, так если он не согласился, так он не мог быть все-таки правителем в это же время. Еще раз, поляки так не считали. А что касается Смоленска? Смоленска не захватили. После двух лет обороны, да, Смоленск остался им. Граница была подмяземой, то есть, это два кавалерийских перехода до Москвы. Мы не могли себе такое позволить, понимаете, да, чтобы по старой Смоленской дороге какая-то сволочь за два дня могла подойти и снова нас раздружить и уничтожить. В принципе, они с Гетманом Сагайдачным такие вещи и делали в это время. То есть, да, надо было решать. Со Швецией меньше проблем. Швеция стала нашим союзником против Польши. А если Швеция является нашим союзником против Польши, мы забываем про выход Балтийское море. Потому что, ну, из двух зол, как тогда посчитали. Но это было стратегически неверно. Но, с другой стороны, мы сначала вернули Смоленск, а потом уже стали возвращать и земли при Неве. Да, но последнее, что надо понимать о Филарете. Филарет в своей политике говорил, я опираюсь на всю русскую землю. А что это значит? Это земские соборы. То есть, он спрашивает о каких-то вопросах у земств, у земель русских. Но, чем больше он у власти, тем больше он свертывает эту политику. И когда он уже умирает, никакие земские соборы он перестал собирать. Ну, и Сигизмунд III умирает в 1632 году. И посчитав, что сейчас можно воевать с Польшей, мы начинаем новую войну. Но война складывалась для России тяжело. И едва не закончилась катастрофой, в разгар которой этой войны на 80-м году жизни патриарх скончался. так или иначе, Фёдор достаточно или Филарет Романов действительно является крупнейшей политической фигурой государственной нашей страны в первой четверти до XVII века. Вот такая жизнь. Интересно, сидя в тюрьме или прочее, в монастыре или в польской тюрьме, он рассчитывал, что потом возглавит Россию? Хороший вопрос. Думаю, что нет. Но так получилось. А что получил Михаил, когда уже стал настоящим царем, уже без покровительства? А вот как раз он закончил русскую, польскую войну полянским мирным договором, по которым границы ухставались. И самое главное, поляки больше, Владислав, который стал польским королем, больше импрезидовал на Россию. То есть он получил легитимность. И самое главное, дорогие друзья, все первые Романовы проводили одну и ту же политику. Им надо было добиться две вещи. Первое, вернуть России статус великой державы, ну, примерно говорю. И второе, вернуть себе стратегические земли утерянной смутой. Вот они всеми занимались. А экономические, демографические или другие вещи способствовали этому? Нет. Наши соседи давали нам возможность? Нет. Но в принципе все это пытались. Но безрезультатно и Михаил, и Алексей, и Софья, и Федор. Поэтому это, как эстафетные палочки, досталось Петру Первому. Поэтому и началась война северная и прочее. Но это уже другая история, о ней мы говорим в следующий раз. А что значит статус «Великая держава»? Ну, держава, которую признают, уважают другие и прислушиваются к ней. Сергей, спасибо за рассказ. И настало теперь время нашей исторической викторины. Мы разыгрываем книги. книги нам предоставляет Санкт-Петербургский Центр Благородного Воспитания. Напомню вопрос прошлой программы, которая была у нас посвящена спартанцам. 300 спартанцам, да. Зимой 1943 года отряд численности в несколько сотен человек высадился и героически оборонял узкий участок береговой полосы от происходящих сил противника. Назовите имя человека, благодаря которому этот эпизод получил широкую известность. Ну, дорогие друзья, у нас была передача одна про Малую Землю, как бы, да, и человек, который стал известен, был Леонид Ильич Брежнев. Я в прошлой передаче все время вам подсказывал и повторял это имя. Ну, не знаю, купились многие или не купились. Есть у нас правильные ответы? Да. Мария с фамилией, которая начинается на букву М, тут не расшифрована, к сожалению, первой прислала правильный ответ. Дорогие друзья, мы поздравляем Марию с точкой М, с точкой, да, с ее победой. Но, дорогие друзья, в будущем пишите свои фамилии, чтобы не было потом, да, не появится Лже Марии в большом количестве. Ну, а теперь новый вопрос. Итак, в 17 веке после возвращения из плена Филаретову в Москве принадлежала земельная слобода. Внимание, вопрос, а что при Филарете там было сооружено? Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио виват собака mail.ru либо через наше сообщество ВКонтакте вы можете найти меня, Александру Ромашову или Сергея Виватенко и кому-то из нас отправить ваш вариант ответа в личном сообщении. На сегодня все. Это была программа Виват История. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя. Виват История. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова